Зал папских аудиенций на 7000 мест. На сцене российский национальный оркестр, роговая капелла из Санкт-Петербурга, московский синодальный хор. Этой музыкальной армадой управляет Карло Понти, дирижер и сын Софи Лорен. Фантастический оркестр, фантастические голоса, фантастическая музыка и невероятная честь играть перед высшим духовенством. Хор исполняет песню восхождения митрополита Илариона. В 20 лет он бросил консерваторию и ушел в монастырь, но музыка, говорит, преследовала, и я не мог не положить ее на бумагу. У оркестрантов сон урывками, еда сухпайком. Они с бала на корабль и снова на бал. В Рим прилетели из Дрездена, где открывали музыкальный фестиваль. Казалось, гремит гром, публика аплодировала даже ногами. В Ватикане тот же Рахманинов плюс Мусорский, Римский Корсаков, симфония митрополита Илариона. Концерт «Дипмиссия» на сближение двух церквей. Сегодня возрастает понимание с обеих сторон, что мы не можем более быть соперниками, мы должны быть союзниками, в том числе и прежде всего в Европе, которая представляет собой единое миссионерское поле. И мы можем сегодня сделать многое для защиты традиционных христианских нравственных ценностей. Бенедикт 16-й долго минут 20 благодарит. Говорит, что эта музыка передает духовные традиции. Софи Лорен не скрывает материнских чувств. Я рада, я очень рада. Это замечательный вечер. Это мой сын. Концерт «Ватиканя» стал венцом большого проекта, инициатива которого принадлежит Русской Православной Церкви и Римской Католической. Он охватил три важнейших для христианской культуры географических центра. Москву, Стамбул, бывший Константинополь и Рим. Гуля Болтаева, Виктор Приходько, Вести, Ватикан. В Ватикане в Дни Русской Духовной Культуры дали большой концерт. Произведения Рахманина, Вачайковского, Римского, Корсакова. Послушать эти шедевры помимо главного гостя Папа Римского, Бенедикта 16-го, пришли сотни людей. Выступление состоялось в зале Павла VI, в котором проходят самые торжественные мероприятия. По словам понтифика, именно музыка объединяет народы. В концерте участвовали российские национальные оркестры, несколько православных хоров. Публика очень тепло приняла наших исполнителей.